Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Карим Данеев и в начале коротко о главном. Отказался от денег. Кому лучший учитель Махачкалы решил отдать свою премию, расскажем в выпуске. Мечты сбываются. Летчики Росгвардии исполнили желание сироты из Дагестана. Подробности через минуту. Всем приготовить маски. Минздрав региона сообщает о росте числа больных ОРВИ и гриппом, в том числе свиным. Куда складывать мусор? В Махачкале требуется 5000 контейнеров и урн. Как будут решать проблему городские власти? Премьер-министр Дагестана прибыл в Луганск. По поручению главы республики Абдулмуслим Абдулмуслимов передал ЛНР около 30 тонн гуманитарного груза. В его составе 14 квадрокоптеров, медикаменты, термобелье, газовые горелки и специальное обмундирование. В рамках поездки председатель правительства постил и социальные объекты, встретился с руководством региона, а также пообщался с военнослужащими на линии обороны. Лучший учитель Махачкалы перевел свой денежный приз на нужды участников специальной военной операции. Торжественное закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2023» прошло на базе гимназии номер 38. В этом году его участниками стали 47 лучших преподавателей города. Все конкурсанты проявили методическую грамотность, творческий подход и активную личную позицию. Тимур Саркаров, учитель информатики школы номер 40, стал победителем по итогам двух этапов. Принимая поздравления, Саркаров попросил членов жюри и организаторов перевести денежный приз на нужды солдат, участвующих в СВО на Украине. Спасибо вам огромное за все, каждому из вас, всех поддерживали. Это огромное удовольствие быть рядом с вами. И сегодня жюри решило, что в чем-то, наверное, лучше я, но это не значит, что мы такие-то разные, все лучше. У меня было предложение, я хочу кошнить. Вот нам какие-то призовые обещали. Можно попросить? Вот я был в 42-й школе, она названа Юлией Немоговедовым. Сейчас много наших ребят, которые находятся в асоциальной операции, можно ли гонорар перечислить им? Пусть возьмут то, что им нужно, да. Пусть какой-то был. В этом плане скажем, что у нас всегда рука в губе, мы до вас дойдем деньги, а вы уже предметно знаете, кому что приобрести. Говоря о проведении какого-то конкурса, особенно этого, значимого конкурса, учитывая года, 4 дня проводилось само мероприятие. И для меня важно было отметить, что не было каких-то нареканий именно членам жюри, и весь формат проведения этого мероприятия был проведен и определенно справедлив. Для нас самое главное, я это подчеркивал с самого первого дня своей работы, и сегодня могу это сказать, самое главное, чтобы была прозрачность во всем этом процессе. Для нас это самое основное. Вот Тимура, я знаю хорошо, мы с ним не первый год вместе работаем, но что он будет победителем этого конкурса, всевышний победитель, я узнал буквально 2 секунды назад. Поэтому Тимура поздравляю, поздравляю всех наших призеров и желаю дальнейшей такой хорошей, вам всем прозрачной работы. Спасибо. Отметим, что победитель и призеры представят Махачкалу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2023». Полет за мечтой. 13-летний Рамазан Нагбаров оказался на борту вертолета Ми-8 в рамках акции «Исполни мечту» с Росгвардией. Представители ведомства узнали о давнем желании воспитанника Махачкалинской школы-интерната для детей-сирот. Оказалось, что Рамазан с детства мечтает стать военным летчиком. И вот, наконец, ему довелось оказаться за штурвалом боевой машины. Правда, пока на земле. Ну а в воздухе мастер-класс ему показали опытные пилоты. В завершении военнослужащие провели для Рамазана экскурсию по аэродрому и вручили новогодний подарок. В Дагестане выросли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. На сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемиологический порог хоть и не превышен, однако зафиксированы тяжелые формы болезни, в том числе вызванные штаммом H1N1, известный как свиной грипп. Специалисты отмечают, что наибольший риск вирус представляет для детей, людей пожилого возраста и беременных женщин. При необходимости вызвать врача на дом или карету скорой помощи, если у вас выражены симптомы интоксикации, температура выше 38. Это первое, что вы должны сделать. Далее, убедительная просьба к родителям. Пожалуйста, не отправляйте детей, когда они болеют, в детские сады, школы, там, где проходят массовые культурные мероприятия. Далее, что вы должны сделать? Вы должны избегать места скопления людей. Понятно, что не водить туда даже здоровых детей. Мэрия Махачкалы озвучила точное количество мусорных контейнеров, необходимых к закупке. Как заявил исполняющий обязанности главы столицы Резван Газимагомедов, приобретение контейнеров будет идти по мере финансирования из республиканского и городского бюджетов. Всего муниципалитету требуется 800 модульных площадок для контейнеров. Самих же контейнеров необходимо закупить 3400 штук. Восьмикубовых контейнеров лодок требуется 1000 штук, а также город нуждается в 1000 единицах сетчатых урн для сбора пластиковых бутылок. И к другим новостям. Более 20 команд из школ северных районов республики приняли участие в финале конкурса «Духовно-нравственные ценности», который прошел в Баба-Юрте. Ученики старших классов показывали свои знания книги Муфтия Дагестана шеих Ахмада Афанди «Благонравие праведников». Лучшими по итогам двух туров стали учащиеся Аверьяновской среднеобразовательной школы. Я хочу выразить свою большую благодарность организаторам этого конкурса. Я очень рада, что прочитала эту книгу, потому что она улучшила мои плохие деяния и нравы в лучшую сторону. Победители и призеры получили памятные подарки и денежные призы. Инициатором конкурса выступил полномочный представитель Муфтията в Северном территориальном округе. В целях облагороджения и нравов мы в каждом районе провели конкурс по книге «Благонравие праведников», автором которой является Муфтия Дагестана Ахмада Афанди. И сегодня мы победителей каждого района, финалистов каждого района собрали здесь в Баба-Юрте, уже на суперфинале, можно сказать. И среди всех победителей, среди всех финалистов каждого района сегодня мы провели еще более сильный конкурс, где мы выявили лучших среди всех районов. Подобные мероприятия имеют большое значение в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. Участники получают возможность продемонстрировать знания и развиваться дальше. Я благодарна организаторам. Они организовали такой прекрасный конкурс. Я обрела для себя много знаний и безумно благодарна этой книге. Потому что, если бы не эта книга, я не смогла бы узнать ничего нового. И поэтому хочу сказать большое спасибо вам всем. Изучать эту книгу не ради конкурса, не ради каких-то докопков, а ради себя. Ведь прочитав эту книгу, вы можете встать на правильный истинный путь. Так давайте же больше и больше учить таких, больше готовиться на такие мероприятия, совершать больше благих деяний. Поддержка и поощрение перспективной молодежи. С такой целью региональная общественная организация Черединского района при поддержке администрации муниципалитета провела встречу с земляками, проживающими в городе. На мероприятие были приглашены известные выходцы из района. Это врачи, спортсмены, государственные и общественные деятели. Были выбраны лучшие в своей номинации молодые специалисты, которых наградили призами и подарками. Получаю огромное удовольствие, находясь здесь медалистов, кандидатов в наук, учителей, школьников, студентов, которые достойно представляют наш заем. Мы поздравляем наших земляков в самых разных номинациях. Что касается вопросов образования, правильно было отмечено ведущим. Чародинцы везде проявляют себя и в спорте, и в науке, и в образовании. Нас очень радует, что у нас есть представители, которые получат золотую медаль, которые в государственной итоговой аттестации по баллам ЕГЭ, ОГЭ занимают очень серьезные позиции. И важно, что с каждым годом идет вот это совершенство. Я думаю, что каждый из нас должен что-то, какую-то лепту внести не только нашему району, нашу Тагестану, нашу Россию. Все мы должны делать полезную, хорошую работу. В этом году ей исполнилось бы 95 лет. В Аварском театре прошел вечер памяти известной поэтессы и драматурга Машидат Гайрбековой. В фойе была представлена выставка фотографий и личных вещей автора. Среди них книги, пьесы и поэмы. Она родилась в 1927 году в селении Каратар. Автор произведения «Далекая сестра», недописанное письмо «Белый платок невесты». С 1969 по 1975 годы Гайрбекова работала директором Аварского театра. Лауреат Республиканской премии имени Стальского, а также награждена ордером «Знак почета» и «Трудовое красное знамя». Со сцены звучали стихи Машидат в исполнении школьников, а также песни на ее стихи в исполнении артистов Аварского театра. Девять медалей разной пробы. Итог выступления дагестанских борцов греко-римского стиля на межрегиональном турнире в Назране. Юношеские соревнования на призы олимпийского чемпиона Назира Манкиева собрали ведущих классиков СКФО. Медали разыгрывали в десяти категориях. Единственное золото команде из Дагестана принес Абдурахман Абдулкадиров. Ему не было равных в категории до 80 килограмм. Еще в активе наших борцов четыре серебра и столько же бронзы. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин